Вослюбленные, давайте мы встанем на наши ноги для молитвы. Благословен ты наш Господь и Бог, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и давший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста. На этой неделе мы с вами изучаем главу, которая называется Корах. Это книга Бемидбар или книга чисел с 16 по 18 главу включительно. И глава эта очень интересная. Впрочем, как и все главы Торы, глава читаемая в христианском мире и описывает она нам следующее событие. Основное событие это бунт Корея против Мошея и Аарона. Далее мы видим, читаем о том наказании, которое постигло их за этот бунт. В конце 16 главы мы читаем о том, что происходит поражение народа за ропот на Мошея и Аарона. В 17 глава повествует нам о том, что Господь подтверждает избрание Аарона и его потомков для священнослужения и дает знамение рассветшего жезла. И 18 глава, она говорит о правах и обязанностях левитов и также затрагивается вопрос левитской десятины. И, как я уже сказал, наша недельная глава, она называется Корах. Корах – это имя, нам более известно, как Корей, это имя, скажем, предводителя дворянства этого, предводителя поднявшегося бунта против руководителей Божьего народа. И начинается наша глава следующими стихами. Корей сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, Идафан, Иаверон, сыны Элиава, Иавнан, сын Фалева, сыны Рубимовы, восстали на Маше, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. История повторяется. Как и в предыдущей главе, вы помните, комментарий на прошлой неделе, в которой на бунт против Божьего плана ввести народ в обитованную землю, как и тогда участниками, организаторами были начальствующие, в нашей главе мы также видим, что это были непростые люди, это были люди именитые, люди начальствующие в народе, скажем так, непосредние люди в обществе. И вообще, я скажу, что удивительно во всей этой ситуации, как-то вот для меня было выделено само поведение Маше как пастыря во всей этой ситуации, потому что он являлся руководителем народа, он был пастырем. И если мы посмотрим, то община у Маше была не самая, скажем так, спокойная. У него постоянно происходили какие-то интересные варианты. И смотря на его жизнь, смотря на его поведение, на его поступки, можно действительно сказать, что это был кратчайший человек. Это был действительно кратчайший человек, и это был человек, который обладал величайшим терпением. Ну, согласитесь, если мы посмотрим на историю, то мы видим, что постоянно им что-то не подходило, что-то им не нравилось, то дайте нам мясо, то дайте нам воды, почему ты нас вывел, ну, все не так. И если мы посмотрим, то мы даже увидим, что его помощник, его родной брат, мы читали это совсем недавно, они позавидовали ему. И мы помним эту историю, как они с Мирием позавидовали, и за что были покараны. Представьте, сейчас в нашей главе Корей, он тоже не был кто-то там непонятно, он был его ближайший родственник. Корей, он был двоюродный брат Маше. Ну, представьте на секунду. И вот этот вот человек, двоюродный брат, он был зачинщиком бунта. И изучая нашу недельную главу, мы можем видеть, что эти люди, они выдвигают такую себе интересную идею такого всеобщего равенства. Если мы будем читать, то в третьем стихе мы увидим, что когда они собрались против Маше и Аарона, они сказали, «Полно вам, все общество святое, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Они говорят, все общество святое, и среди них Господь. Все равны. Но было ли их слова то, что они думали? Я думаю, что нет. У каждого из этих людей, у них были свои личные амбиции. Не потому, что они считали, что все равны. Нет. Это были всего лишь слова. У каждого были свои мотивации в сердце. И давайте посмотрим, кто же были эти горячие еврейские парни. Кто были эти люди, которые устроили этот бунт. И, как я говорил, Корей, он был двоюродным братом Маше. И толкователи Торы, они говорят о Корее, что Корей был одним из самых богатейших людей в обществе еврейском. Помимо того, что он был наделен большим богатством, он еще был очень умный. Он был очень образованный. И он имел очень глубокие познания в Писании. Он имел позицию учителя Торы. Но ему, помимо всего, он был левитом. Мы знаем, что он был левит. И помимо всех этих своих преимуществ, вернее, не помимо, а еще, что, скажем так, все эти преимущества в дальнейшем перечеркнуло его, все то, что ему Бог дал, и богатство, и знания, и все, у него была одна проблема. Я понимаю, что это была проблема его внутреннего состояния гордости. Было задето его самолюбие. Потому что, если мы посмотрим, что он был сыном Ицгара. Сын Ицгара, в свою очередь, он был вторым сыном Каафа, сына Левия. И он не понимал, вот он в своем сердце, он не мог понять, почему же ему не выделено в народе какой-то такой ключевой позиции. Почему даже начальником колена сынов левитов был назначен сына Аарона и Лизара. Если мы посмотрим его сообщники, они тоже имели свои претензии и амбиции. Потому что, как мы знаем, они были из колена Рувима. Рувим, он был первенцем Якова. И они также в своих сердцах думали, почему же священство дано колену Левия. И вот эти внутренние состояния, внутреннее несогласие, вот это почему, почему не мы, оно привело их к тому, что впоследствии они организовали этот бунт и за что были Богом наказаны. И действительно, что никакой идеи всеобщего равенства в их сердцах не было. У них были свои конкретные амбиции и свои желания. Это желание явное. Жажда власти. Они хотели власть. Они хотели власть, говорили, что власть Моисея надо подвинуть. Тем самым, я думаю, что впоследствии они бы выдвинули себя на эти позиции. Но давайте вернемся к нашему пастырю, к нашему Маше. И действительно, я могу сказать, что сердце этого человека, оно было пастырским. И мы очень часто видим, как Всевышний за определенные неправильные поступки народа, он хотел наказать весь народ. И Маше, он постоянно, он вступался перед Богом на защиту своего народа. И в нашей главе мы видим, что он вступается даже вот за этих 250 человек. Потому что был Корах, были его сообщники, главари еще, но было еще 250 людей. 250 человек начальствующих людей именитых. И вот в числах 16, ну в нашей недельной главе, в 20 и 22 стихе мы видим, что Господь говорит Маше, «Отделись от общества, и я истреблю их во мгновение». Они же пали на лицо свое и сказали, «Боже, Духа всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество». Они вступаются, казалось бы, за людей, которые подняли против них бунт. Но Маше, он четко понимает, что во главе бунта стоит Корах. Не может произойти во мгновение ока во всех людях такие перемены. Нет. Есть корень, от которого все растет. И он вступается за этих 250 людей перед Богом. И вы знаете, я скажу так, что у этих 250 человек, которые впоследствии, они были покараны, и сошел огонь, вы читаете, мы читаем об этих событиях в нашей главе, сошел огонь и погубил их, но у них была возможность не погибнуть. Потому что пока Маше говорил, они могли уйти, они могли сказать, «Нет, мы не будем этого делать, того, чего мы делать не должны». Но они этого не сделали, за что были наказаны. Маше, будучи добрым пастырем, он давал им эту возможность. Если мы посмотрим, то мы можем видеть дальше тоже интересные вещи, что когда Господь говорит Маше, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Кореи, Дофана и Аверона, что делает Маше? Он не говорит, он, как написано, «И встал Маше и пошел к Дофану и Аверону, за ним пошли старейшины Израилевы». Он встал и он пошел вместе со старейшинами, он пошел вместе с духовным руководством общины для того, чтобы защитить, оградить, сказать, отойдите от них. Потому что он понимал, что на нем есть ответственность, и он, как пастырь, как любящий, он пытался оградить этих людей. И вы знаете, не просто так это происходило. Если смотреть, то мы видим, что вначале, когда этот бунт начался, что сделал Маше? Он пошел к Корею, и он говорил, «Неужели тебе мало, что ты левит, что ты служишь перед лицом Бога?» После этого обращались к Дофану и Аверону и призывали их для разговора. Но они отсказались, они сказали, «Мы не пойдем на разговор с тобой». Этих людей пытались увещевать, и этих людей пытались наставить. Понимаете? И вы знаете, я когда читал нашу недельную главу, мне начали такие вот параллельные места из Нового Завета открываться. Я хочу поделиться с вами этими местами. Это 1 Коринфянам, 5 глава, с 1 по 6 стих. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгорделись вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас с Духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в соврании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общей с моим Духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? В этом же послании, первым Коринфянам, в 15 главе, в 33 стихе, написано, что не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Во втором послании Тимофея, во второй главе, в 16-17 стихе написаны следующие вещи. О непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать нечестии, ибо слово их, как рак, будет распространяться. И говорится об этих людях, таковых имя, имени Эфилит. И об этих людях мы читаем в предыдущей, кажется, в первой главе, в 20 стихе, там написано о том, что эти люди были преданы садане, чтобы не богохульствовать, но их слова, они были подобны раку. Эти слова, они отравляют. И что такое рак? Что это за болезнь? Она проявляется в одном органе, это опухоль какая-то, потом она начинает пускать метастазы, убивая этот опухоль, и к чему это приводит? Это приводит к гибели всего организма. И в нашей с вами церковной практике мы можем видеть моменты, когда наше духовное руководство, оно говорит, не сообщайтесь с определенными людьми, отойдите от их нижнего жилища. Не надо, потому что это опасно, потому что, если бы это не сделает, может начаться раковое заболевание, и чтобы это раковое заболевание, оно не поразило и вас, и не принесло урон всему телу, и оно не пострадало. Вы знаете, я хочу сказать, что в нашей голове мы читаем, что после этих всех событий, когда произошло наказание этих людей, я не буду читать и рассказывать, вы сами сможете это сделать, но Бог наказал этих людей, мы можем читать следующее, что на следующий день собралось общество и говорит Машея Аарону, вы умертвили народ Господень. Представляете, удивительно, что, ну, если так подумать, вообще, сделал ли это Машея и Аарон? Нет, это сделал Господь. Но были люди, которые были недовольны. Хотя, если посмотреть, это люди выступали, это те люди, которые выступали против Божьего порядка, против Божьего устроения. И вы знаете, в наше время тоже есть, когда происходят вообще никакие-то дисциплинарные моменты, каких-то дисциплинарных вопросов, тоже бывают моменты, что люди говорят, не, надо было, ну, надо было, это строго очень, надо было дать еще шанс, надо было, и начинают сочувствовать, начинают сочувствовать, почему же руководство поступило так, забывая о том, что на руководстве есть ответственность, чтобы не пострадало все тело. И делается это не для того, чтобы наказать людей, а для того, чтобы привести их к покаянию, чтобы они справились. Понимаете? Но мы видим в нашей недельной главе, что люди, которые выступили потом, начали говорить, они не выступали, не были участниками бунта, нет, но они сказали, почему вы умертвили? И что началось? Началось их поражение. И мы считаем, что погибло 14700 человек, пока Аарон не вступился и не заградил путь этому поражению. Понимаете, друзья, вопрос того, что человек в таком состоянии, он начинает впускать в свое сердце вот инфекцию той болезни, несогласие с Божьим установлением и Божьим порядком. Потому что, вы знаете, что ни одна власть, никто себя не может поставить на служение. Всякое служение, которое есть в общине, на это служение поставляет Господь. И ставля пастырями, служителями, духовный свет, Бог дает ответственность и Бог дает следить людям, чтобы люди смотрели, следили, чтобы в обществе не произошло этого ракового заболевания и не было вреда, друзья. И изучая Тору, вот мы вообще должны смотреть на эти моменты, на вот эти вот все истории, потому что можно читать такие как бы, это интересные истории, но можно думать, это было давно как бы не про нас. нет. Писание пишет о том, что для нас это образы, для нашего назидания. И мы можем видеть очень интересные принципы духовные, которые сокрыты в этих историях давно минувших лет. И заканчивая свой комментарий, я хочу сказать, что у каждого из нас с вами есть свое призвание. у каждого нет человека, который был бы спасен и которого бы не призывал Бог к какому-то ни было бы действию. Но в теле мы, мессии, мы все с вами выполняем какую-то свою функцию, свое предназначение. И награду мы с вами получим не от того, в каком ранге мы придем на небеса. Награду мы получим на сколько мы исполним наше предназначение. Поверьте мне, награда может быть у человека, который после служения расставляет стулья больше, чем у самого большого проповедника. Если он будет делать, исполнить на 100% то предназначение, которое Бог ему определил, сделает. Не от ранга зависит, а от того, на сколько мы делаем. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит всех нас в радости служить Господу, найти свое призвание и исполнить его на 100%. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok